Еще пару лет назад на этом месте, на территории предприятия Щелково-Аграхим, стояло старое здание 40-х годов. Сегодня современный корпус, в котором полным ходом идет монтаж оборудования нового цеха инсектицидов и фунгицидов, равных которому в России на данный момент нет. Об этом генеральный директор Щелково-Аграхим Салис Каракотов рассказал депутату Мособлдумы Владимиру Шапкину, который посетил предприятие с рабочим визитом, проверить ход выполнения народной программы партии «Единая Россия». В 21-м году партия «Единая Россия» приняла народную программу. Что это такое? Это магистральный путь развития нашего государства. А одним из разделов, я считаю, что важнейшим разделом – это развитие экономики. Импортозамещение и развитие инновационного отечественного производства с созданием новых рабочих мест – один из разделов народной программы. Акционерное общество Щелково-Аграхим входит в список системообразующих и, к тому же, постоянно развивающихся предприятий России. Его подразделения действуют в нескольких регионах России и за рубежом. На днях открыли завод в узбекском Самарканде. Еще один химико-фармацевтический завод строится в свободной экономической зоне в подмосковной Дубне. Основное направление деятельности Щелково-Аграхим – разработка и производство химических средств защиты растений от насекомых-вредителей. В ассортименте более 160 наименований – гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители, семян, биостимуляторы, микроудобрения и многое другое. Новый цех строится в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано между предприятием Щелково-Аграхим и правительством Московской области в рамках Петербургского экономического форума в 2022 году. Фактически это новый завод в рамках нашего Щелково-Аграхим, завод по производству новейших препаратов для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Мы здесь будем иметь большую мощность по производству, примерно, наверное, с полсотни препаратов, большую мощность, а большая мощность – это не менее 20 тысяч тонн, не менее 20 тысяч тонн новейших препаратов для всех регионов России и для экспорта за рубеж. Здесь будут выпускать новые препараты собственной разработки. Пока они выходят на рынок малыми партиями, а с 2024 года, когда цех введут в строй, начнется массовое производство. Это такие препараты, как Триада, Титул Трио, Эйс, Мистерия, Дейзи и ряд других продуктов. Есть препарат Триада, который представляет собой нанотехнологичную композицию, которая зарегистрирована для защиты всех видов зерновых колоссовых от болезней, таких как ржавчина, септариоз или фузариоз колоссовой. Ну и также этот препарат зарегистрирован для сахарной стекла. Препарат, который предназначен для борьбы с болезнями риса для Юга России. Одновременно на полностью автоматизированном производстве смогут готовиться не менее десятка препаратов. Четыре линии розлива тоже будут работать без участия человека. Кроме того, рассказывает Салис Каракотов, здесь свои системы водоподготовки, теплоснабжения, холодильные, вентиляционные и другие установки, системы пожаротушения, контроля за воздушной средой, фактически автономный завод. Потребность в химических средствах защиты растений от вредителей ежегодно растет. Потому и появился этот проект, полностью спроектированный и реализуемый российскими специалистами. Высокотехнологично, наукоемко, я бы еще, наверное, добавил и не ошибусь, экологически чисто, как председатель комитета по экологии. Это мощные промышленные проекты, которые, естественно, что вовлекают и рабочую силу. Здесь будут работать 120 мест рабочих новых. Этот объект у нас будет закончен и введен в строй в марте предстоящего года. Как отметил Владимир Шапкин, в Московской области первостепенные значения отводятся развитию промышленности. Созданы все условия для расширения действующих производств и привлечения новых инвесторов. 23-й год показал бурный рост экономики, а 24-й имеет еще больший потенциал для этого. Агрохим показывает пример, как оперативно исполняются все те задачи, которые были поставлены в этом разделе народной программы «Фарк, Веная Россия» развития экономики. Наверное. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.